Проводим работу с депутатами первого и второго уровня, для того, чтобы понять их проблемы с тем, что они сталкиваются, и, соответственно, помочь им в решении вопросов, которые на местах возникают перед избирателями этих депутатов. Ну, соответственно, это проблема, которая может быть не решаться годами. И как раз на уровне депутатов законодательства, на уровне депутатов государственного, думаю, этим депутатам необходима поддержка. Сегодня пристальное внимание Усолью Сибирскому. Строительство завода по переработке отходов, приостановка работы свинокомплекса сбудоражила общественность. Обсудили политическую и экономическую ситуацию в регионе в целом и поставили точечные задачи на местах по обращениям граждан. Полным ходом идёт подготовка к выборам. У нас определены уже все кандидаты по всем округам, список сформирован для того, чтобы сегодня могли наши кандидаты в депутаты вместе с депутатами первого уровня, между спортивными организациями решать те проблемы, которые поставит перед нами съезд. В ассоциацию «Товарищ» входят главы муниципальных образований, мэры районов, более 500 парламентариев первого и второго уровня, 17 депутатов законодательного собрания и два депутата Государственной думы. Михаил Щапов записал для собравшихся видеообращение. Наши депутаты в Госдуме, в законодательном собрании, в думах районов и городов, сельских и городских поселений. Мы все работаем сегодня на решение проблем наших граждан. Сейчас завершает свою работу седьмой созыв Государственной думы. Наша фракция проделала большую работу. Нашими депутатами за созыв внесено 322 законопроекта. Они посвящены решению проблем наших избирателей, росту их доходов, развитию экономики, дополнительным социальным гарантиям, выплатам и пособиям. Михаил Щапов сам внес 17 законопроектов и стал соавтором более сотни. Он пожелал участникам съезда продолжать активную работу.